Прежде всего, пусть будет слава и благодарение нашему Господу за то, что Господь сегодня позволил нам опять собраться здесь, на этом месте, чтобы слушать Слово Господне. Наверное, нет большей проблемы в обществе, в любых ячейках общества, как несогласие, разномыслие и отсутствие единства. Поэтому, то ли это касается государства, то ли это касается семьи, или это касается церкви, но если там нет единства, нет полного взаимопонимания, то это будут места, где будут трещины, где будут столкновения, где будут проблемы. И, наверное, одной из проблем и трудностей, когда между нами нет единства, нет одного понимания, это или неправильное понимание Слова Божия, или вообще восприятие, отсутствие восприятия некоторых истин. И если мы не найдем единства взаимопонимания, наставания Слова Божия, то мы нигде его не найдем. Единство можно найти. И преступный мир тоже имеет единство. Но это единство наставания их законов, а не наставания Слова Божия. Может быть, семья единая, у них одно понимание какое-то, но оно не обязательно должно быть правильным пониманием. Знаете, люди сегодня группируются по интересам. Кто любит, но говорить, обговаривать других, у них своя компания. Кто любит, ну, назовите сами, что мы любим. И мы ищем подобных себе по духу. Если даже мы не любим кого-то, хотя Библия говорит, что мы не имеем права не любить, мы должны любить всех. Но и в этом вопросе у нас тоже с кем-то не будет единства. Вот, допустим, я не люблю брата Федю, и Женя не любит брата Федю. У нас уже единство. Но кому оно нужно, это единство? Вы понимаете, о чем я веду речь? Поэтому, если мы сегодня хотим иметь единство, то мы хотим и уметь наставание Слова Божия. Не потому, что мне что-то нравится или что-то не нравится. И я хорошо понимаю, если мне нравится что-то, что не нравится Богу, и чем христианам, которые Бога любят, то если я не поменяю своего мнения, то у меня никогда с ним единства не будет. Вы поняли меня, о чем я говорю? Потому, что они никогда свою истину не уступят. Это я должен буду подумать, поразмыслить, а почему я такой, а почему я так понимаю, и все-таки склониться к более-менее идеальному пониманию. А вот уже уместить друг друга, чтобы не враждовать, если мы что-то не так понимаем, это уже другой вопрос. И вы, наверное, хорошо понимаете это. Иметь единство и умещать друг друга, это не одно и то же. Я, допустим, могу иметь полное взаимопонимание с кем-то, но у меня в общем-то есть дети, у них есть свое собственное мнение, то я их просто терплю, умешаю, но все делаю для того, чтобы их переубедить. Потому, что если я поставлю вопрос ребром вон из дома, то я никогда больше на него влияние не буду иметь. Будет иметь кто-то другой. И потом, когда мы сходимся, чтобы слушать Слово Божие, то мы хотим понимать его так, как Господь его понимает, и тогда у нас не будет проблем. Через Господа мы будем иметь единство. Господь так понимает, я понимаю, или что, ну, допустим, тысяча человек так понимает. И вот у нас в этом вопросе не будет разномыслей никаких. Поэтому я хорошо понимаю, что все наши разделения, даже в христианских динаминациях, они основаны на том, что мы не все одинаково понимаем Слово Божие. Понимали бы одинаково, вопросов не было бы. Но так у нас один читает, так понимает, другой читает, так понимает. И я даю отчет своим словам, и это только потому, что мы никогда не спрашивали у Господа, Господи, а как все-таки правильно надо понимать? Вот я понимаю так. Он понимает так. А как ты понимаешь? И если бы не были поспешны, а именно так вот шаг за шагом искали вот этого чистого понимания, все было бы по-другому. Ну? Ну, потому что Священное Писание говорит о том, что надлежит между нами быть и разномыслием. Это не значит, что Бог хочет, чтобы по-разному мыслили. Но для того, чтобы открылись искусные, люди сведы, что могут что-то убедить, надлежит между вами быть и разномыслием. Там так и написано. Чтобы открылись между вами кто? Искусные. Люди, которые не просто говорят, но фундамент подкладывают, объясняют, аргументируют свою позицию, чтобы открыть между вами искусственное. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас не оставалось никаких недоразумений. И насколько я знаю по информации, некоторое недоразумение произошло в отношении тех же самых покрывал. Знаете, вот такой интересный вопрос. Если взять покрывало, то не сравнишь же покрывало с блудом, правда? Но у нас часто вот такие вопросы, ну, второстепенные, они выходят на гораздо более высокий уровень. Хотя Библия говорит, вы помните, есть одно местописание, когда христиане очень исполняли закон по букве. Вы помните, мы в прошлый раз говорили и о букве, и о духе. Что буква убивает, а дух животворит. Вы помните это местописание? Ну, Христос им говорил, вы, говорит, даете десятину, смяты, руты, аниса и тмина. Это хорошо. Он говорит, делайте так дальше. Но! Что сделали? Оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. И скажите, если давать десятину, очень точно, но оставить суд, милость и веру, войдешь во спасение? Нет. И то надо делать. И это что? И это не забывать. А как он все-таки? Все Слово Божие важно. Но есть важное, а есть важнейшее. Я проведу еще один текст Писания или одну истину. Вы помните, это очень интересная истина. Я о ней тоже не один раз говорил. Говорит, кто нарушит одну из чьих малейших заповедей, то что будет? Тот малейшим наречется где? В аду или в Царстве Небесном? Вот, он малейшим наречется, но где? В Царстве Небесном. Но я хорошо понимаю, если человек будет блуде до конца своей жизни, это тоже нарушитель заповеди Божией, то я не думаю, что он наречется малейшим в Небесном Царстве. Уловили смысл? Или будет воровать до конца дней своей жизни? То я не думаю, что он малейшим наречется в Царстве Небесном. Поэтому я сегодня хотел бы еще раз указать, вот именно этот момент покрывал на дух и на букву. Но сначала все-таки я прочитаю, как он звучит и как должно быть. Мы в этом не раз говорили, я думаю, я еще раз буду говорить, уже, наверное, хватит говорить про это. Можно открыть, прочитать, и все будет ясно. одиннадцатая глава, первое послание к Коринфянам, это самый один из таких вопросов, который больной. Павел говорит так, будьте подражателем мне, как я Христу. Я не читаю по порядку все, но он пишет, я начинаю с третьего стиха читать. Но в русском переводе жена и муж в подлиннике. Вот как жена и муж есть только два стиха. Это восьмой стих, одиннадцатый глава, первая послание к Коринфянам. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. Вот это одно место, где расчет о жене и о муже. Впрочем, три стиха здесь. Одиннадцатый стих. Впрочем, не муж без жены, не жена, без мужа в Господе. И двенадцатый. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. В остальных слушаях, там, где в русском языке стоит муж и жена, стоит женщина и мужчина. То есть идет указание не на супружеские отношения, а на пол. Вы же понимаете разницу? Женщина и мужчина, и муж и жена. С одной стороны, вроде есть много общего чего-то, а с другой стороны, это огромная разница. Первая указывает на пол, а вторая, где муж и жена, а уже как к супруге идут. Уже не просто муж и женщина. И я буду читать так, как в подлиннике написано. «Хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужчине глава Христос, а всякой женщине глава муж, а Христу глава Бог. Дальше. всякий мужчина молящийся или пророчествующий с покрытой головой постижает у нас свою голову, подлиннике, его головы, есть разница, потому что у мужчины глава Христос. Он вот не эту голову постижает своей, а своего главу. Дальше читаю. И всякая жена женщина молящаяся или пророчествующая с открытой головой постижает его голову, опять свою. И вот тоже, как если бы она была обритая. И если женщина не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если женщине стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. И так мужчина не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А женщина есть слава мужчины. Понимаете, как стоит иерархия? И говорит мужчина, если он является славой Божией, то он имеет право свою честь, свою аккуратно постриженную бритую голову носить открытую. А женщина свою честь перед Богом не может носить открытую, потому что она есть слава мужа. и пусть покрывается пусть покрывалу ложит и не хочет покрываться пусть поброется. Но говорит женщина, что не стыдно быть побрытой? Тогда еще не хочет, пусть покроется тогда. Потому что есть решение об иерархии. Вот когда мы часто говорим, особенно когда лекции слушаем, то обычно вспоминают о том, о истории, что дело касалось, так говорят, проституток коринских, они ходили с открытыми головами, все остальные покрывались, но знаете что, но если я безграмотный, я безграмотный, я эту историю не знаю, но у меня есть Библия, не об этом говорит, она говорит об иерархии, она вообще не касается истории той. То если уже сегодняшним языком говорить, то сегодня блудницы тоже не покрываются. Правда? Не покрываются, раздеваются, должны быть прилично одеты, а неприлично раздеты. То даже если сегодняшним говорить, то уже нам не надо быть похожими на них. Но если тогда ради того, чтобы не смешивались с блудницами, и апостол Павлович покройте, то сегодня то же самое осталось. Вы поняли логику? Никакой разницы нет. И сегодня обольщают открытыми участками тела, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому если даже сегодня говорить на эту тему, и так кто-то из наших сестер хочет ходить так, чтобы сказали блудница пошла, или блудница правильно пошла. Какая разница? Прошли времена, тысячелетия, а нормы поведения остались те же самые. Но я еще раз повтораю, но здесь речь не идет о той культуре. Если в Библии что-то написано, это говорит о христианской культуре и о божественной, но не о римской, не ефесской, не коринфской, не колоссской культуре. Бог дает свою культуру на основании своих принципов и своей точки зрения. Поэтому читаю дальше. А уже восьмой стих я уже читал. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. И десятый стих. Почему женщина уже идет женщина и должна иметь на голове своей знак власть над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами. Прилично лишь женщине молиться Богу с непокрытой головой стоит вопрос прилично ли. 14 Не сама ли природа учит вас, что если муж растет волосы, то это бесчестье для него. И до сегодняшнего дня, если уже видим, что мужчины волосы заплетены, то нам как-то восточной религии принадлежит. Или к сатанистам, или еще кому-то. А так вообще они могут быть длинными, но не понимав, что мужская прическа, а не женская. Вы понимаете, о чем я говорю? В одних очень короткий ежичек, в других более длинные волосы, но то видно, что это мужская прическа, это не косички. Это не узелок здесь сзади завязанный. Все равно видно, что женская прическа и мужская разница есть. Рассудите сами, прилично ли женщине молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если мужчина растит волосы, то это безчестие для него. Но если женщина растит волосы, для нее это честь, это красиво для нее, это честь, это то, что надо. И здесь поставить вопрос, да как волосы вместо покрывала? Если честь надо прикрыть покрывалом, а ее волосы, то ее честь, то как они покрывалом могут быть? Я уже когда читаю, я вообще не понимаю, как можно по-другому понимать. Говорят, это не покрывало, это честь ее, а честь должна быть прикрыта. Но когда я говорил, я говорил вот о чем. сегодня особенно те, кто никак не хочет смириться, то надо, чтобы было. Все-таки надо покрывать голову. Говорят, ну есть большая разница между теми покрывалами, которые в то время носили и сегодняшней косынкой. Почему допустим газовой косынкой все видно. Поэтому я говорил вот о чем. Здесь уже дело не в самом покрывале, потому что мы не находим его размеров, мы не находим какого оно цвета должно быть. Нет, этого не написано. Если было так важно, то Господь написал каким оно должно быть это покрывало. Но это не важно. Потому для Господа сегодня важно, что оно есть. Есть на голове. Если даже оно просвечивается, эти волосы, то я говорил, что для Бога перед Ним все просвечивается. Он видит каждую клеточку нашего тела. Для него все просвечивается. Но но что но? Сегодня часто хотят носить полоску. Я сказал, что полоска это не полоска. Какая разница? Но если у вас только знак на голове, а внутри в духе нет подчинения, какая разница для вас тогда? Вы понимаете, что я говорю? А букву можно соблюсть. А если внутри нет подчинения на самом деле, то какая разница, что у вас на голове? Плато, полоска? Даже если вы закутаетесь с ног до головы, а внутри подчинения нету, то какая разница? Ведь хорошо иметь знак, когда мы в самом деле имеем внутри то, что должно быть. Ну, вот, знак моего образования это диплом, который я получил. Ну, если я купил на рынке этот диплом, я его могу с чем показать? А внутри у меня нету знания, какая польза? Ну, какая польза? Вы помните, такая шутка есть? Когда сегодня много людей что получают за деньги? Говорят, что ты говоришь, барана в самолет тянешь? Говорят, это барашек, а баран в Москве учится. Какая разница? Какая разница, что ты будешь иметь знак, а в самом деле у тебя нету ничего? Что хочешь один? А уже в вопросе то прямо написано покрывало, но для тех, кто вообще противится, вообще ничего не хочет, то я уже рад, чтобы полосочка даже была. Может в конце концов покрывало будет более-менее полноценное. Это я прошу вас не говорить, я сегодня добавляю. Но здесь речь идет не только о знаке, речь идет о внутренности. Знаков можно много иметь, но этот знак должен отражать то, что есть внутри в человеке. Если это диплом, значит, у тебя должно быть образование на должном уровне. Если сами назовите свои, так сказать, стороны жизни, где знак есть, а внутреннего содержания нету. Так вот, апостол Павел вел речь о том, о букве и о духе. Хотя вообще я не собираюсь повторять, значит, прошлый разбор весь, там, я даже не в этом направлении сегодня говорю, там гораздо больше. Помните, я вам говорил, что буква убивает, прочитает человек, что вот так вот нельзя жить, нельзя воровать, нельзя проработать, его-то убивает, говорит, а зачем тогда жить еще тут нельзя, это ложись да умирай. Но когда он начинает жить по принципам греховным, которые считают жизнью, то он после расплачивается потерей семьи, расплачивается работой, расплачивается потерей авторитета, потому что он неправильно назвал вещи не теми именами, он смерть назвал жизнью. А вот тот, который начинает жить по этим законам Библии, хотя по букве это невозможно, ну как сегодня жить не воровать ничего, не украдешь, не проживешь, наглость, второе счастье, да еще сочиняем в стихотворении, чтобы жить в любви и счастье, надо крастье, 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 и так далее. А потом начинает жить раз за решетку и забрали все. Не только то, что воровал, но и то, что честным трудом заработал все забрали. Почему? Потому что это не законы жизни, это законы смерти. А вот когда человек начинает жить по этой букве, который убивает, то он свободный, он никого не боится. Если ты ничего не украл, ты свободно идешь через проходную, правда? А что тебе бояться? А когда пару болтов положил в карман, ну, все равно знаешь, что это болты, но нельзя, уже идет, вы знаете, что уже не чувствовать себя свободным. Потому что это не есть законы свободы, это законы порабощения, это законы, за которыми страх следует. Поэтому есть и даже в Библии написано нечто то, что убивает нас на первый взгляд. то если мы начинаем жить по этим законам, а Дух уже дает возможность жить по этим законам и не грешить, тогда мы видим, что Дух живет в это заповеди жизни, это же не заповеди смерти. Как написано, вот так вот со стороны человеческих прочитаешь, ну как, жить невозможно так. а когда начинаем жить, оказывается в этих заповедях не смерть, а жизнь сокрыта, потому что буква убивает, а Дух жизнь дает, помогая жить по этой букве и быть свободными от греха. Поэтому я не хотел бы об этих вещах говорить, но просто и вот насколько вы поняли, как все-таки непросто вот за буквой видеть Дух. И как непросто вот это разделить все? Непросто все. Поэтому говорят, для того, чтобы жить так, надо быть духовным. Поэтому если бы даже я сказал что-то, то вы берете Библию, читаете и видите прямо, что написано. То же само покрывало, пусть покрывает свою голову. Я понимаю другой вопрос. Непрестанно молитесь. За все благодарите. И когда меня спрашивают, а сколько надо молиться, говорю, ну как? Написано, непрестанно. Ну если ты молишься даже 10 минут, то я уже буду довольный. Это лучше, чем совсем не молишься. Надо молиться непрестанно, во всякое время. Когда есть свободное время, иначе голова будет забиваться другими мыслями, будет тянуть к греху. Вы это хорошо понимаете, что святое место пусто не бывает. Не будете молиться, не будете расслуживаться о Боге, будут приходить самые разные мысли, откуда только браться будут. Потому что мы так созданы, мы должны мыслить. не не будешь мыслить в том направлении, каком хочешь, сдашься, значит, придут другие мысли, и подчинища поразбивают до основания сердца. Поэтому Библия говорит, контролируйте свои мысли, не давать этим мыслям власти над собою. И тогда не будет последствий и поступков необдуманных. Ведь по сути дела, все наши необдуманные поступки, они начинаются с нашей головы. Правда? С головы начинаются. Сначала в голове все прорабатывается, сначала мы принимаем эти мысли, а после уже будут действия. А если мы на самом первом уровне от этих мыслей избавились, тогда и действий не будет. Потому что мы просекли на самом корню вот это направление неверное. А уже если мы шлям дали власть, вы знаете, очень трудно отказаться от действий. Потому что попали в плен, внутренний плен. И осталось только, чтобы он выразился в действиях, наружу все вышло. И это так. Ссора какая-то, какой-то конфликт. Вас буквально провоцируют на конфликт, вызывают каким-то оскорблениями. И покуда вы будете молчать, сдерживайте, все будет нормально. Но если вы решите, я только скажу пару этих слов и дальше не буду говорить. Будьте уверены, если начнете, никогда не кончите пару словами. покуда все не выскажете, покуда не поссоритесь, вы не сможете остановиться на тех фразах, пару фраз, две, три, которые вы решили, обязательно это уже гиблое дело остановиться в этом вопросе. Все. Поэтому лучше молчать, не говорить ни одного слова. Если уже начали говорить, вы никогда не остановитесь. И после будете жалеть, что начали. тот же самый процесс, тот же самая схема, как и с мыслями. Отвергнул мысль, все, не будет дела, принял мысль, обязательно почти выразиться в деле. Промолчал, не сказал, устоял. Как только открылся, сказал пару слов, уже не остановишься больше, погода все не выльешь. Поэтому буква буквы, а за этой буквой стоит очень огромная пропасть духа. И гораздо в большем объеме, чем это мы читаем, или читаем, или слышим. Ведь слышим это тоже своего рода буква, это материальное явление. поэтому я хотел бы продолжать дальше. 12 стиха, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывал на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не вжирали на конец проходящего. Проходящее временное. И почему Господь так именно сравнивает вот служение Моисея и служение наше? Это было служение осуждения. Я в прошлый раз говорил, сегодня повтораю. Значит, не пролюбодействуй, не убивай, не кради, и так далее, и так далее. Если это сделаешь, за это сожгут, за это побьют камнями, за это платить будешь, око за око служение осуждения. И тем не менее, в это время, когда Бог говорил с Моисеем, то его лицо сияло. Но покуда Бог говорил с Моисеем, лицо сияло. Когда Бог переставал говорить с Моисеем, лицо еще переставало сиять. Но впоследствии это сияние исчезало. И Моисей не хотел, чтобы безрацяне видели. И сияние они, наверное, боялись. Но самое, наверное, было трудное видеть, как эта сиянь уходит. Господь говорит, на сегодняшний день вы имеете другое служение. Если раньше Бог говорил с Моисеем и отходил, то сегодня Бог дал вам в сердце Дух Святой, и через Дух Он живет постоянно у вас. Вас постоянно должно сиять лицо. Это уже непроходящее. Это уже вечность, которая начинается здесь, на земле. Вы помните, я в прошлый разбор отметил одно такое явление. Когда бывает такое служение плоти, мы говорим, дуду, проповедуем, но нет такого сильного действия Духа Святого. Такое длинное служение кажется, правда? Такие молитвы тяжелые, кажется, скорее бы они кончили. Но когда присутствует Дух Святой, когда Он работает, не успели глянуться, собрание прошло уже, когда оно успело? Поняли, с чем я сравнивал? Когда нет присутствия Божия, все очень долго длится во времени. Когда Дух Святой присутствует, время исчезает, мы его просто не замечаем. Оно вообще то есть, но мы его не замечаем. И как и не будем замечать его вечности, потому что вечности его не будет? То даже сегодня, когда Господь наполняет нас Духом Святым, когда идут слова из вечности от Господа, то при всем том, что мы сегодня под временем, но мы его не замечаем для нас как будто вечности времени нет. Прошло короткое время и даже не заметили, как оно прошло. Как? Уже? Да, уже пора кончать. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание именно на духовную сторону вопроса, что мы уже здесь на земле в некоторой мере можем постигать законы вечности. Но это будет только тогда, если действует Дух Святой и наш Дух объят им. А у нас есть такая возможность не угощать Дух Святой, именно жить в этой духовной атмосфере, потому что Господь ее через Дух Святой создал сам в нашем сердце. И если, конечно, создал, если мы ему разрешили. Это тоже вот такой вопрос, но не вопрос полемики, а вопрос нашей жизни в Боге. Мы можем сегодня много говорить, что мы имеем все обетования, все обетования наши, мы так часто и говорим. Ну, а в жизни то мы видим, что не все наши обетования. И одно не работает, и другое не работает, и третье не работает. это не значит, Слово Божие неверно, но что-то с нами не так, если оно не работает. И вы помните, один из текстов Писания говорит так, а если будем веровать так, как написано в Писании, то что будет из чрева потекут реки воды живой. А если будем веровать не так, как написано в Писании, потекут реки воды живой? Нет. Веровать можешь, пожалуйста. И вот вера Божия основывается на Слове Божьем, а вера моя на моих убеждениях, которые часто не согласуются со Словом Божьим. И там, где у меня вера Божия. Если я верю, как написано в Писании, то еще потекут реки воды живой. А если так умею, то ничего не потечет. Это что полбеды, если не потечет ничего. Но бывает другое, совсем другие, отравленные реки текут. Вот это еще хуже. Поэтому я просто это кажется один текст Писания очень важный. И за ним скрывается очень многое. Поэтому хотелось чтобы Господь нас благословил. И мы в действительности понимали букву. Но видишь, за этой буквой стоит Дух. Буква убивает, а Дух животворит. Хотя в общем-то какая бы огромная не была пропасть или емкость большая истины Божьей, они не перелазят через букву. Буква очерчивает все. И то, на чем я в прошлый раз остановился. 14 стих. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Обратите внимание на очень важную часть этого текста. Но умы их ослеплены. Почему ослеплены? Лежит покрывало какое-то. И это покрывало как раз-то и мешает видеть все то, что можно увидеть, когда нет покрывала. И дальше о чем идет речь. И вот то же самое покрывало до ныне остается не снятым причение Ветхого Завета. В чем заключается дело? Весь Ветхий Завет это не просто буква. За ним сокрыты прообразы. За ними, за этими ветками повелениями, божьими, сокрыты пророчества на будущее время. Говорилось о пасхальном агнце и имелось в виду внутреннее содержание о Христе пророчестве. Проливалась кровь пасхальном агнце, то подразумевало, что придет время, когда прольется кровь Христа. Говорилось о пищи чистой и не чистой. И речь шла о том, что в будущее время будет учение чистое и не чистое. Вы понимаете, почему я прошу, написано, приччение, значит, речь касается закона и понимания его. И я нисколько не сомневаюсь, эти люди Ветхого Завета, когда не читали Библию, закон Моисеев, они понимали букву, они не понимали, что за этим стоит. кое-что понимали, если Бог открывал Духом Святым, а много не понимали. Оно снимается Христом. Что сегодня это значит? Сегодня вот те истины, которые были скрыты прообразов Ветхого Завета, они открыты в Евангелии, в этом Христовом учении, которое оставил Иисус Христос. Почему я так говорю? Потому что написано «прочтение Ветхого Завета». Оно снимается Христом. Как мы волю Божию узнаем? Через то, что читаем Писание, которое оставил Христос, Новый Завет. Почему я сказал это так важно? Это принцип исчледования Священного Писания, чтобы понимать его правильно. Смотрите. А я нисколько не сомневаюсь, что когда на землю родился Иосиф, сын Якова, любимый сын, ни он сам, ни его братья, ни пророки, никогда не думали, что Иосиф является прообразом Христа. Как вы думаете, Иосиф знал, что он станет прообразом Иисуса Христа? Нет. Откуда он знал? Он жил просто, он пришел на землю. Тяжелая судьба. И опять ну судьба, но так Господь уготовил. Но когда мы сегодня читаем Новый Завет, и через Новый Завет смотрим на эти события, то снимается по крывалу. И мы сегодня все уверены, что Иосиф является прообразом Христа. Пришел к своим. Иосиф пришел к своим. Пришел, правда? И свои что сделали? И свои его не приняли. Пришел Христос к своим. И что израильчане сделали? Они его не приняли. И Новый Завет говорит, пришли к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть, и так далее, и так далее, и так далее. Вы поняли, что я хочу этим текстом показать? Тогда мы смотрим на Ветхий Завет через Новый и правильно понимаем, о чем идет речь. То открывается за этой буквой Ветхого Завета дух этого Нового Ветхого Завета. Все прообразы. Почему это надо? Очень надо. Когда мы читаем Евангелие, все мы читаем одно Евангелие. Но надо сказать, понимаем мы его по-разному. Очень по-разному. И в этом Господь, чтобы мы сегодня могли исследовать Писание и что-то вынести, оставил для нас не только Новый Завет, но и Ветхий. Вы знаете, если, допустим, сегодня есть утверждение, что Иисус Христос никогда не умирал, что это была мнимая смерть, Он никогда не был в преисподних местах земли, и читают, толкуют, что там где-то гиена, это где-то свалка там около Иерусалима, где жигали нечистоты, где много что было. И вы знаете, если раз двадцать или тридцать кому-то долбать одно и то же, вы знаете, что приходит время, люди переубеждаются. А может правда я неправильно понимаю? А откуда я могу гарантировать, что я именно такой уже уникальный человек, что я все и тогда мы смотрим не только на Новый Завет, где все написано словами, но где мы часто их так перевернем, что и понять трудно, мы тогда берем соответствующие места Ветхого Завета, смотрим через Новый и видим, а все-таки Иисус Христос был при сподних местах земли. Вот я допустим наберу один пример. Об этом я в своей книжке писал «Стойте в свободе», кстати, сейчас она уже появилась, потом если кому-то надо будет приобрести ее, то вы сможете сделать. И там есть очень интересное явление или случай описанный, который касается Илия священника. Вы помните, это был священник Божий, у него было два сына, Офни и Финеес, это были люди, которые потеряли страх Божий, они навлекли гнев Божий не только на себя, но на Илия, за то, что них не обуздывал. Вы помните, вот текст Писания. Вы помните, что однажды началась война, для того, чтобы одержать победу, ковчег завета Божия принесли в стан, и когда они увидели ковчег Божий в стан, то Библия говорит, подняли такой сильный шум, что земля стонала. И тогда филищемляне сказали, а чего такие громкие воскресания в стане евреев? И им ответили, это тот бог сильный, который поразил Египет, пришел к ним в стан. Филищемляне сказали, что укрепитесь, будьте мужественны, потому что будем у них в порабощении. То лучше давайте воевать, чтобы они у нас были в порабощении, был взят плен в Пятиграде филистинское. Илья, священник, будучи 98 лет, упал еще дальше, сломал себе хребет, упал навдечу и умер. Во время смерти Илья невестка, жена Финеесова, приступили роды, она родила младенца и назвала его Ихавот Бесславие. Окни Финеес умерли. Вы помните это местописание? Смотрите, когда я смотрю через священное Писание, через Новый Завет, на все события, которые происходили с Ильей, то я читаю вот что. Во-первых, Библия говорит о том, Библия ничего просто так не говорит, ради того, чтобы написать. Но говорит там, что когда упал со своего седалища Ильей и умер, он был стар и весьма тяжел. Помните? Вы помните другое местописание Нового Завета? Стареющее и ветшающее близко к уничтожению. Помните? О чем это было написано? О законе. Это было написано о законе. Закон был ослаблен плотью. Почему Ильей упал еще дальше в 98 и умер? Он был стар и весьма тяжел. Закон был ослаблен плотью. Вы меня понимаете, что я вам показываю. Я смотрю через Новый Завет на ветхе и я вижу в этом человеке прообраз закона, прообраз судьбы народа Израильского. Я читаю еще один текст Писания. Я просто его найду. 17 стих читаю первые главы Евангелия Матфея Матфея. Это уже Новый Завет. Но я смотрю на Илья через Новый Завет. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. От переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Род это единица. Единица Божьей полноты есть чем? Илью было 98 лет. С чем по 14? Это говорится о законе, который существовал последние 14 родов. До Христа написано. Вы меня понимаете, что я говорю? И как бы я мог понять Илья, если бы не было то, что написано в Новом Завете? И я вижу дух этого Местописания. 7 по 14 родов. Дальше. Сломал себе хребет и умер. Упал все дальше. Вы знаете, что когда Христос умер за грехи народа, то закон потерял силу. Он умер. Как он умер? Вы знаете, это не так просто было. Это было самое большое преступление в истории человечества. Евреи умертвили Господа Иисуса Христа. И что они нажили этим? Бесславие. А говорит, невеста, жена Финеесова, когда услышала о этом большом несчастье, приступили боли, она родила младенца и назвала их обод, бесславие. До сегодняшнего дня за это великое преступление евреи находятся в бесславии. Офни переводится на русский язык горсть, сжатая рука или кулак. Офни Финес это два народа, иудейские и израильские. И вы знаете, что после того, как действительно совершили это преступление большое, уже на сегодняшний день написано нет иудея, ни елина, ни раба, ни свободного, все вы одного Христа Иисусе, и так далее, и так далее, и так далее. И когда Господь говорил о своем народе в прежнее время, когда еще до Голгофской жертвы, то Он говорил, ты у меня оружие воинское, помните, ты у меня молот, то есть ты у меня тот, кем я пользуюсь, чтобы совершать работу, а здесь этого молота, этого кулака нету, которым Бог пользовался и сокрушал другие народы через народ израильский. Финаес, медные уста, значит, комметь это казнь, и народ израильский должен был возвещать истину о Христе, о градушке Мессии, через кровь его напоминал о том, что он кровь прольет, но когда Иисуса Христа распяли, когда закон потерял силу, они уже неглашатые вечной истины, эту церковь делают, они умерли в этом вопросе, вы понимаете, что я сегодня вижу в этом? И самое главное, ковчег Завета Божия был взят и попал в Пятиграде Филисимское, храм Дагона, филисимляне потомки Хама, их Пятиграде, я уже опять не смотрю через Библию, я просто говорю, это символ ада, символ преисподней, Дагон это идол, у которого был рыбий хвост, вы помните, человеческая голова, там туловище и хвост рыбы, а рыбы это существа, которые живут ниже уровня земли, это указывает на ад, и ковчег Завета Божия был взят в Пятиграде Филисимское, но что там случилось, там было полное поражение идол Дагона, он остался без рук, без ничего лежать, и ковчег Завета Божия был отправлен с золотом, с серебром, помните, сказали, мы не можем дальше жить, когда ковчег Завета Божия находится в нашем Пятиграде, принесите жертву и отпустите его, и отпустили с золотом и с серебром, как и Христа ад удержать не мог, он отнял силы и у начальства властей властно подбер их позору и взял ключи ада и смерти, и когда я вот это читаю, все сходится, значит, должно сойтись и то, что был в преисподних местах земли, но смерть его не могла удержать, многое я вам наговорил, не знаю, поняли ли, поняли, но слава Богу, что поняли, хоть признали, что поняли, то уже будут доволены, я не просто это очень важно, это очень важно, сегодня очень много, я повторюсь, то, почему я буду повторяться старыми примерами, потому что если вы их однажды слышали, то вам легче будет воспринять то, что я буду говорить, а когда новое, вы знаете, новое всегда труднее воспринимается, вы знаете, есть один вопрос, который для нас не является спорным, мы эту истину приняли так, как надо, и она касается вот чего, что никто не будет знать дня пришествия Господа нашего Иисуса Христа, потому что написано, что одни о том не знает никто, ни ангелы небесные, ни сын, а только отец мой один, но до сегодняшнего дня находятся люди, которые высчитывают день пришествия Христа, они об этом извещают людей, и таким образом подрывают веру в Слово Божие, подрывают веру, слова, которые народ Божий говорит. Вы знаете, когда я был в Москве, это было 90-х год, там тоже такое ходил, назначил день кто-то и ожидали, и ничего не было. Это периодически повторяется. И однажды один из братьев, его уже нет, никто не знает, где он, он однажды приехал в Германию, почему-то этот вопрос волнует многих, он его не раз задавал, и я ему все время говорил о том, что никто не будет знать этого дня и часа, потому что так написано. Он однажды приезжает мне и говорит, а знаешь, брат Николай, а все-таки можно и надо знать день пришествия Христа. Потому что вот там есть братья, которые знают греческий язык, исследователи, и они, говорят, открывают для нас одну такую истину, что в нашей Библии вот это не будете знать ни дня, ни часа, неправильно переведено. Говорит так, подлинный говорит так, если бы я не был в отце, и отец во мне, то я не знал бы дня моего пришествия. Я говорю, слушай, дорогой, не надо мне современных переводов. У меня есть 24-я глава книги бытия, которое начинается так. Авраам был уже стар и в летах преклонный, и Господь благословил Авраама всем. Вы помните это местописание? И я ему объясняю. Я уже сегодня вам просто объясняю, уже не смотрю как через Новый Завет, но все-таки я смотрю через Новый Завет. Я говорю так. Авраам проброс Бога, Исаак проброс Христа, Ребека проброс церкви. Ельежер Дух Святой, потому что когда на них смотришь через Священное Писание Нового Завета, то вы никуда не денетесь, чтобы сделать такое заявление, если правильно. И я ему говорю, что бы сегодня не говорили переводчики современные, но я знаю, что Исаак есть проброс Христа, а Ребека проброс церкви. И когда Ельежер вел Ребеку навстречу Исааку, то вы помните, что Исаак жил при Бел Рахлахайрои. Переводится источник живого видящего меня. Мы все сегодня знаем, что от престола Божия исходит источник жизни, от Отца Небесного от Бога. А Иисус сидит по правую руку, одесну Бога, Он туда вознесся. И Исаак вышел из своего места. Он вышел из Бер Лахайрои. Но он не шел встречать Ребеку. Библия говорит так, Исаак вышел поле поразмышлить. Если было написано, он почувствовал, ему сказали, вот Ребеку. И он знал. Но Исаак не знал, что будет встреча с Ребекой. Он вышел поле вечером, вышел поле поразмышлить. Вы знаете, сегодня уже вечер нашего времени благодати, в которой мы живем. И Ребека тоже не знала, что будет встреча. она едет на верблюде и спрашивает, что это за человек, который идет навстречу нам? Она даже не знала, кто. Тем более, что сегодня встреча она никак не могла ожидать. И Елеся говорит, это господин мой. И тогда она сошла с верблюдом, накинула покрывало. Вы знаете, что мы в этом теле мы не сможем встретить Господа. Те, которые умерли, покуда не получат тела, это покрывало, они не могут встречать Господа. Живые изменятся, мертвые воскреснут и пойдут на встречу со своим женихом. Но ни церковь не знает, ни Иисус не знает, они встречаются посредине. Церковь оторвется от земли, она на земле встречает, а Иисус сойдет с неба. Она вышла из своей страны, а он вышел из своего места. Они на средине встречаются. И он взял ее и увел в шатер Саре матери своей. Помните? И она сделала с его женой. Мы все знаем, что тысячу лет Иисус Христос будет царствовать на земле. Сара это народ израильский. Поэтому я говорю ему, что бы твои проповедники не толковали, я на основании этого примера, вернейшую прочую слово знаю, что не будут знать, не знаете ни дня, ни часа, и не читайте и голову не забивайте. Вы поняли, для чего я это сегодня сказал? Когда они читают, ветки завет, покрывало лежит на сердцах их. Разве евреи, которые читали 24 главу Бытия, они понимали, что речь идет о церкви? Они понятия не имели. Это была тайна сокрытая от веков и родов. Они только себя читали народом Божиим. Может быть они что-то понимали с этих прообразов. Вполне возможно, но я нисколько не сомневаюсь, до конца не понимали, потому что церковь начала строиться только после голгофской жертвы и скрещения Духом Святым. Это церковь. Они не могли этого знать. И потому для нас сегодня очень важно, когда мы исследуем Писание. История только подтверждает что-то, что-то было. Но я и так верю, что было. Но она никогда не откроет тайм никаких. Эти тайны открываются Духом Святым. И открываются тайны, о чем написано в Ветхом Завете было, только через Христа. Через Его присутствие, через наполнение Духом Святым. И только через Писание Нового Завета. И когда мы смотрим, как через бинокль, через Новый Завет на Ветхе, то мы понимаем тогда, слушай, что там написано. А только Авраам, Авраам, Исаак, Исаак, Ревека, Ревека, Езер, И все. И все. И больше ничего не знаем. А когда мы смотрим, понимаем, покрывало лежит, ну, оно снимается Христом. Я бы мог еще много примеров проводить на эту тему, но я просто сам принцип исследования открываю. У меня нет, я бы мог говорить о многом еще сегодня. Ну, вы сами можете читать. Исследуя этот принцип, уже можно что-то увидеть. А если, допустим, у Проберса совпадает все, а что-то у нас разногласие, значит, все, мы можем выпрямить то, что искривлено, вот просто таким простым пониманием. Попытались, допустим, искривить, что все-таки можно, я говорю, нет, да, я понимаю другое, я понимаю это. Вы можете мне не поверить, сказать, навыдумал тут того, чего нету, это тоже будет правда, это будет правда для вас, а не для меня, а я поставлю точку, и все, все. Вы себе как хотите, хотите, понимаете, хотите, не принимаете, хотите, что хотите, думайте, но я знаю, что будет так, он же так написан, но я просто еще не понимаю, что вот эти вещи, вы знаете, иногда, когда людям говоришь умные вещи, они себя считают ненормальными, что и так головой покрутят. Это тоже нормально, тоже нормально. Кому-то доступно, кому-то недоступно, хотя разумные люди никогда таких выводов не будут, они воздержатся, они спокойно будут смотреть, но никогда пальцем не будут крутить, не будут говорить, они будут, ну а те, которым без разницы, они очень быстро вас пишут, на мыло, как раньше говорили, и все. Но сущность в чем остается, кто, как может сомневаться, а я-то уже в этом не сомневаюсь, потому что одно место, другое, и третье, и смотрю, ну да, вот это не подходит, вот так не получается, если исчезать дословно и очень тонко подходить. Поэтому еще читаю этот чекст Писания. Это принцип, и даже принцип исследования Писания. Вот почему я сегодня на это обращаю внимание. Но у мы их оселеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. до ныне, когда они читают Моисея, опять повторяется та самая мысль, покрывало лежит на сердце их. Но когда они обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Я должен добавить, действительно, я, допустим, сказал принцип, но если без Господа и этот принцип не будет работать. Он не сработает. И если сработает плотским разумом, то, вы знаете, настолько можно запутаться, что больше не будешь знать, как выпутаться отсюда. До ныне, когда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда они обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там что? Свобода. Там свобода в слове, там свобода в жизни. Но здесь не имеется в виду свобода, которую часто люди понимают, как что хочу, то и ворочу. Здесь не об этой свободе идет речь. Здесь идет речь, о свободе от греха, о свободе от заблуждений. Можно иметь свободу, какую? Решить, что хочу, то и делаю. Но это не является свободой, это будет плен. Свободой является то состояние сердца, когда мы с удовольствием исполняем Слово Божие, когда грех не имеет над нами никакой власти. Что я имею ввиду? Простой пример буду прошу, чтобы вы поняли, что я имею в свободе. Я уже этот пример сегодня проводил. Работаете вы на комбинате, ну где вы там работаете, на декотажной фабрике. Ну и взяли, там вам нитки надо, красивые, и вы их положили в сумочку. Но вы свободны брать. Хочу беру, хочу не беру. Кто вас за руки держать будет? И вы идете через и вы чувствуете, что вы не свободны, вам страшно. Поняли, что я говорю? Вам казалось, что вы свободны. Захотел уворовать, и воровал. Ну что, я свободен, а кто мне запретил? Я хочу так. И вы это сделали. Но когда вы это сделали, у вас появляется страх. Если поймать, будут судить. Никакие вы не свободны. Сегодня очень много говорят о свободной любви. облуде. Я свободен, что хочу, то и делаю. Вам очень страшно, что узнает муж или узнает жена. Вы живете по страхам, вы не свободны. Какие вы свободны? Свободны, когда вы ничего не боитесь. Когда при любой проверке вы не найдете, до вас никто не зацепится ни за что. Вы тогда свободны. Если же вы боитесь чего-то, вы не свободны. Так вот Библия говорит, где Дух Господен, там что? Там свобода. И он не будет жить в том сердце, не будет действовать в том сердце, которое находится во грехе. он он или потребует чтобы вы были свободны я и вы. Я не говорю, что я святой, а вы все грешники. Когда я говорю, что я для себя говорю, потом для всех остальных. Он потребует, чтобы вы были свободны от всего. Или даст вам свободу грешить. Одно из двух. Но не станет жить, во грехе живете, грех делаете, такая же там свобода. Пленник греха. Почему, допустим, нам часто очень трудно исполнить Слово Божие? Потому что есть другая сила, которая не любит этого исполнения Слово Божие, это ей не нравится. Поэтому вы не исполняете. А что нравится, то делаете. Правда? Правда. Но это же так все. Вот мы священные писания говорят так, Господь есть Дух, а где Дух Господь там свобода. И когда Господь начинает что-то говорить, когда снимает это покрывало, то прежде всего Он указывает нам на чьи места, где мы не свободны. Потому что где Он, Он потребует свободу. Свободу для чего? Свободу от греха, свободу от нарушения Слова Божьего. Потому что всякое нарушение Слова Божьего, оно лишает нас благословения. Это пути смерти. Это пути смерти. Хотя для людей они кажутся приятными, потому что все-таки надо сказать грех доставляет приятность. Правда? Вот последствия его горки как полынь. А на самом деле они доставляют приятное. Но приятное впоследствии отражается горечью, истошением, изнурением тела и так далее и так далее. Поэтому Господь есть Дух. А где Дух, Господь там свобода. Есть еще одно местописание. Это Евангелие 4 глава, не помню точно какой стих. Там есть немножко в напечатании вот этой истины разница. Там написано Бог есть Дух. И там Дух написано с маленькой буквы. Это не есть ошибка. Там имеется ввиду, что Бог это субстанция не материальная, а духовная. Дух. Там не имеется ввиду Дух Святой. Я не знаю, мне трудно подобрать другое слово простое под субстанцию. Вот как-то в голове понимаешь, но не знаешь, как подобрать другое слово. Вы знаете, что есть материя и есть Дух. То там написано Бог есть Дух. То есть это нематериальное существо, если так примечивно выразиться. Это субстанция нематериальная, а духовная. А здесь написано Господь. Здесь речь идет о том, о Духе Святом, о Духе Божьем, как о Личности. Господь есть Дух. А где Дух Господен, там свобода. 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Смотрите, что нужно для того, чтобы преображаться. Вы понимаете, что такое преображаться? Принимать лучше, ну как тут выразиться получше, красивейший вид, что ли. Вы знаете, преображается бабочка, сначала гусеница, а потом бабочка с крылышками красивая, правда? Это процесс преображения. То для нас сегодня мы должны преображаться, то есть в духовном смысле слова с каждым днем должны становиться красивее и красивее. Духовнее, чище. Но это будет когда? Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Вот я сегодня говорю, Слово Божие это есть зеркало. Мы слушаем требования Божие и сразу же хотим ли или не хотим, мы сравним свою жизнь со Словом Божиим и говорим, вот это у меня не так, вот это у меня отсутствует. Реакция это может быть разная. Можно благодарить Бога за то, что Бог так открыл. Можно возмущаться, откуда обо мне все так знают, что мне сегодня говорят. Но тем не менее, хотели мы или не хотели, мы смотрим как в зеркало и начинаем давать себе оценку, какие мы есть. Но надо быть открытым, с открытым лицом. Вы знаете, что мы иногда даже сами перед собой правды не говорим. Бывает такое, правда? Нам часто самим перед собою стыдно признаться в том, что вот это то, что я делаю, это неправильно. Совесть подсказывает прямой меры, а разум или дьявол через разум, да что ты там слушаешь, да ты это самое, начинается война. И мы убеждаем сами себя, что все нормально. Мало ли что там кто-то что-то говорит, ну у меня все нормально, у меня все хорошо. И вы знаете, что один раз сказали у меня все нормально, этот голос продолжает звучать. Второй раз звучит, третий звучит, четвертый звучит, десятый звучит, а на одиннадцатый постоянно утихает и перестает говорить. И становится все нормально, хотя нормального и не было, и нет. Почему? Не хотели посмотреть, открытым лицом, как в зеркало на самих себя. А Павел говорит, кто бы ты сегодня ни был, но когда звучит Слово Божие, открой свое лицо и скажи, да, да, да. Нет, значит, нет. нет. Если нет, значит, нет. Но если да, то не скрывай своего лица, тем более перед Богом. Я не раз говорил одну такую тему, проповедь о плодах смоковницы, и что сегодня важно для нас с открытым лицом, как в зеркале, если мы заметили, что что-то не то, сказать, Господи, прости. Потому что вот эти плоды, которые Библия хочет видеть, они начинаются с покаяния. Прости, Господи, не так было у меня. Понимаете, что я этим хочу сказать? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте, говорите себе, отец у нас Авраам. Все люди по предназначению Божию, по его плану, имеют в себе нечто доброе. Иногда бывает так, что даже неверующие люди очень добрые и хорошие люди. И иногда, может быть, и нам надо у них поучиться. Я этого не скидываю ничего со счетом. Но вот эта их доброта, терпение, любовь и так далее, они находятся на человеческом уровне. А для того, чтобы жить в Боге, этого уровня не хватает. Ну, как люди сегодня живут? Они имеют любовь. Но говорят, вы любите тех, которые вас любят. Есть люди, которые вообще не любят никого. Ожесточенные люди, которые вообще потирали все. Но есть люди, которые и их любят, и они сделают все. Но этот уровень недостаточный. Библия говорит, что нужно любить по-божьему. Любите врагов ваших. Вы скажите, как можно любить врагов? Их их надо только ненавидеть. Но вы поймите правильно одну истину, а то не совсем правильно. Вот живут в семье муж и жена. Сегодня они любят друг друга. Завтра муж сделал что-то такое и стал враг. Такое бывает? Бывает. Бывает. И если с ним обращаться как с врагом, вы никогда его не вернете как мужа назад, вы его оттолкнете. А для того, чтобы любить врага, мало человек сказал, Господи, прости меня. Вот этого мне хватало любви, а теперь я понимаю, нужно твои чувства более глубокие, рожденные Духом Святым. И когда, Господи, прости, у меня не хватило любви, тогда Бог начинает строить свою любовь на более высоком уровне и на более глубоком уровне. Вы поняли меня? есть терпение. Я понимаю, как трудно терпеть тех людей, которые незаслуженно делают вред. Но от того, что мы против них начнем враждовать или не выдержим, они лучше не становятся. А нам становится труднее. И мы терпели, терпели и не выдержали. А Библия говорит, терпение же должно иметь совершенное действие. И когда лопается наше терпение, больше не могу, не хочу, не могу. Тогда нужно, Господи, прости все, мои силы исчерпаны, дай мне Твое терпение. И Бог начинает это терпение строить, но это большая глубина, это высший уровень, это большая возможности терпения. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И я не раз говорил, вы помните, сегодня просто еще повторюсь, это тема очень важная. Когда Господь приходил искать плода смокумицы, не нашел, и сказал, сруби ее, ношеные землю занимают. А перед тем сказал, если не покаетесь, то все также погибнете. И дальше принч это говорит. Поэтому я сегодня хотел бы сказать, мы должны сегодня на свою жизнь посмотреть с открытым лицом, как в жеркало. Иначе мы тогда не сможем признать себя виновными. Не признали виновными, не покаялись, а если не покаялись, Бог не может свои чувства вкладывать и рассчитывать. Мы нераскаянные люди. А то, что надо каяться, это однозначно. Я не раз говорил, сегодня правда я не собираюсь эту тему говорить. Если Господь, только один аспект этого вопроса я сегодня скажу. Если Господь приходит искать плода на нас, как на смоковнице, смоковнице сладкий плод, вы знаете. Есть одно такое явление в нашей жизни. Если мы смоковница, смоковница никогда не меняет своего вкуса. Пришел христианин, взял плод, смоковница какая? Сладкая. Пришел бандит, сорвал плод и стал есть. Скажите, он для него будет горьким у смоковницы или сладким? А что молчите? Что, вопросы трудные? Сладким? Ну, он же бандит, он не достойный этого. Но у него другого нету. Вы уловили то, что я сказал? Но у него другого нету. Для всех сладкий. Кто бы ты ни был, знаменитый или пастух, он приходит, и у дерева такое свойство, оно не меняет вкуса. А если мы меняем вкус, для одних и для других другие, открытым лицом, как в зеркале, поглядели и сказали, что, Господь, что-то не то со мной. Вы поняли, что я сказал? И это очень серьезно. Это не просто какая-то лекция нравоучительная. В этом жизнь наша, где Дух Господень, там что? Свобода. пришли, попросили плода и отдал. И отдал таким, какого он есть, потому что другого нет. Не то, что какой-то набор для них одно, а для других другое. Нет. Один плод. Поэтому мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы славу. Но от какого источника можно взять это проображение? Только от Господня Духа. И больше ниоткуда мы этого не можем взять. Потому как все-таки важно. Вот когда мы проходим эту тему, то неоднократно напоминается о том, как от Господня Духа, как от Господа, как от Духа Святого. Потому что нет больше философии, нет больше силы, нет больше методов измениться и изменить кого-то, как только прийти к Господу, через покаяние, чтобы Господь Духом Святым совершил эту работу. Читаю дальше, еще есть время, 4 глава. Но я думаю, что будем преображаться. Но когда будем преображаться? Когда открытым лицом, как в зеркало, посмотрим на себя и увидим, что надо преображаться. Если можно было вне нашего разума, вне покаяния, вне оценки преображаться, может, для нас и лучше было бы. Но, наверное, не лучше. Сейчас же Господь сначала разум надо преобразить, а потом. Наверное, не лучше. Но факт остается фактом. Покуда сегодня мы не поймем, что мы не то, что надо, и нам надо преображаться, мы никогда не преобразимся. Надо признать, что надо. И конкретно признать, где надо. Не просто в общем. В общем-то мы все согласны, что надо. Но есть некоторые вопросы нашей жизни, где мы упорно отстаиваем свою позицию «не надо, мне и так хорошо, мне и это приемлемо». И здесь же не будет никакого преображения. Преображение это наша свободная воля, наше желание и наша отдача Господу, чтобы Он это сделал, чтобы Он преобразил. Не захотим, ничего не будет. Будем отставить свои позиции, ничего не будет. Бог не станет насильно ломать. Да, Бог иногда делает так, по молитвам других людей. Если человек и не хочет даже, это не совсем хорошо. Лучше, когда мы понимаем, согласны, будет меньше проблем и трудностей, когда мы сами это поймем. Четвертая глава, первый стих ниже. Почему? Имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнувши скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не скажая Слово Божие, а открывая истину, представляем в себе совести всякого человека перед Богом. Прежде всего, я обращаю внимание на первый стих, что такое служение мы имеем только по милости. У нас часто складывается такое мнение, что вот все то, что мы имеем, это только потому, что мы были очень усердны, что очень много молились, очень много приложили усилий. С некоторой точки зрения вполне и это имело место. Но все таки в самом начале стоит по милости Божией. Бог захотел от нас это принять. Бог предоставил нам на это право. А милость, она не обращает внимания на дела. Милость просто милует. Почему? Вы помните, мы когда послание к Крыминам разбирали, мы обратили внимание вот на что. мы очень часто, когда являемся такими добросовестными христианами, и молимся, и постимся, то как-то получается начинаем думать, что мы имеем что-то только потому, что мы вот такие ущербные. Старались, исполняли Слово Божие, и вот поэтому Бог и отметил, что мы такие. Бог это отмечает. Но есть одно но, которое мы никогда не должны забывать. Мы только потому стали исполнять Слово Божие, что Бог помиловал нас и дал нам его, чтобы мы его исполняли. Слово Он не дал нам Слово, то мы с моей греховной натурой никогда не исполняли этого Слова. И вот если Бог написал нам Слово, вы помните, мы эту тему говорили? Это значит, что мы грешники, и мы без него не можем жить. Вы поняли вот эту деталь. Если даже мы выполняем Слово, их читаем, что это уже не милость Божия, но мы стараемся, мы делаем, но все заключается в том, что Бог дал нам это Слово, а дал его потому, что без этого мы грешники, и мы не выполнили его. Вот почему Библия говорит, если вы уже под законом, то вы грешники. Для святого не надо закона, у него натура другая. Вы помните жизнь Иисуса Христа? Он еще не умел различать худого от доброго, но он ни разу не совершил, ему не надо было различать, его натура такая была. Он просто не мог грешить, ему не надо было написанного слова, у него натура такая. Вот я хочу именно это донести до вас, по милости. Поэтому очень хочу, чтобы мы оценили эту милость и поняли, как бы мы ни старались, но если Господь оставил для нас свое слово, то значит мы грешники. Для святых не надо ничего оставлять, они и так не будут грешить. А мы святые, потому что Дух Святой у нас живет, и Слово имеем, и знаем, что вот это нельзя, вот это можно, вот потому мы святые. Отними Слово, и все, и будет видно, кто мы есть. Вот почему, и что раз повторю, очень важное испытание для нас в нашей жизни бывает тогда, когда в некоторых случаях, Бог позволяет нам сделать то, что мы хотим. Если бы Он нам сказал, и мы были твердо уверены, что Господь требует, чтобы я с этим человеком поступил вот так и так, и я не сомневаюсь ни на один процент, мы выполнили бы это, потому что Бог сказал. А вот когда Бог не говорил, и мы сделали то, что надо, это значит уже наше такое сердце, Бог достиг цели. Вот почему становится понятным, как Бог Давида возвышал или оправдывал. Говорит, отдам твои руки Саула, и ты сделаешь ним то, что ты захочешь. И в этом был глубокий смысл заложен. А вы тоже очень часто и я. Бог нам ничего не говорит, а говорит, делай то, что ты хочешь. И когда мы делаем то, что мы хотим, то значит мы такие и есть. Когда Бог говорит, сделай так и так, это не значит, что мы послушные, это значит, да. А потому что такие, нет, Бог сказал и мы сделали. Вы разницу видите в том, что я говорю, но я понимаю, что видите и слышите. А когда Бог ничего не говорит, и мы делаем то, что значит, вот это мы такие, слава Богу, значит, с нами все. поэтому, когда уже Давид пострадил Саула, а ему говорили, чтобы убить его, а он сказал, нет, я руки на помазань Господня не подниму, пусть он пойдет на войну умрет, пусть не в своей смерти умрет, но я этого не сделаю. Это был Давид, тот Давид, который в самом деле Давид, а не тот, которым Саул его рисовал и другие. А Бог сказал ему, ты, Давид, сделаешь то, что ты захочешь. С одной скажется, руки развязал, и я не сомневаюсь, если бы Давид убил Саула, он не отвечал бы, Бог ему дал полное разрешение, это твой враг, он тебе много вреда принес, ты от него много плакал, незаслуженно, никаких предупреждений не было. Но Бог сказал ему, сделай то, что ты хочешь, и все увидели, что Давид никогда не собирался убивать Саула, а все, что они им говорили, это было ложь, это была клевета на него. Но отвернувши, скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, но открывая истину, представляя в себе совести всякого человека перед Богом. Смотрите, порядок, чтобы жить чисто, даже если особую глубину не затрагивать этого текста Писания, то вот, значит, пункты, как надо жить. Во-первых, отвергнуть скрытные, постыдные дела и больше их не делать. Но вы знаете, что есть некоторые дела, которые мы очень часто говорим, что мы делаем, но есть некоторые вещи, которым никогда и никому не говорим. И нам кажется, что никто и не знает. А Библия как раз обращает внимание, отвергнувши, скрытные, постыдные дела. Второе, не прибегая к хитрости. Знаете, хитрости можно оправдать очень многое, но не перед Богом. И не искажая Слово Божие. Вот как сегодня люди оправдывают свои дела, которые у Швете Слово Божие, они выглядят совсем неприглядно. Они просто искажают это Слово и толкуют его неправильно. И этим оправдывают себя и перед собою, и перед другими людьми. Я просто не хочу сегодня говорить на эту тему, как это у людей бывает. И потом думаю, это двадцатилетней давности эти события, я даже не говорю, что было. Потом один из братьев доказывает мне, что вот это не грех. Мне листает Писание, думаю, чего он так упорщит за этот грех. Потом оказывается, он сам в нем барахтается. А, думаю, ну ясно. ты просто хотел как-то оправдать себя Писанием, чтобы не стыдно было. Искажая Слово, оправдывая свой собственный грех. Для чего? Чтобы не оставить скрытные, постыдные дела, которые приятны человеку. Но открывая истину, не искажая Слово Божие, но открывая истину. Искажая Слово Божие, никогда истину не откроешь. Это уже вопрос даже, наверное, поднимать не стоит. Представляем себя совести всякого человека перед Богом. Вот апостол Павел не боялся. Знаете, когда мы в чем-то замешаны и учим других людей, если даже правильно, то, вы знаете, нет силы в наших словах. А Павел говорит, я могу свободно говорить с чем? Не искажайте Слово Божие, открывайте истину, отвертите скрытные постыдные дела, потому что у меня этого нет. И мне не стыдно говорить для других, потому что я знаю, как освободиться и знаю, что я свободен. И никто не скажет, а ты как, что ты меня учишь, а сам что делаешь? Я свободен. Могу открыть свое сердце всякой совести перед Богом, и мне не стыдно, потому что я сам вот так делал и сделал. Если же закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог и века сего ощлепил умы, чтобы для них не восчаял свет благоествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Смотрите, если закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих. Вот и все. Поэтому, если сегодня звучит слово, и оно не принимается, вы знаете что, хочу чуть-чуть немножко запишить себя в число. Поняли меня, что я говорю? Вот так написано. закрыто не принимается для кого? Для погибающих. Для погибающих. Почему так случилось? Потому что у них Бог века сего ощлепил умы. Вы знаете, что с одной стороны я так сказал, но я сказал нам, как уже верующим. И здесь большая разница. Все-таки как трудно людям, которые вообще не знают Бога принять действительно ослеплены умы. Дьявол очень сильно влияет на разум. Я когда-то проводил пример, это не шутки. И в самом деле, чтобы этим людям истина достигла до сердца, надо очень много усилий приложить. Правда, пытаются и не могут. Ощлепил умы. Вы помните, я когда-то рассказывал, я знаю, как это тьма действует. Сегодня я может даже уже не помню, в чем было дело, но помню только одно, что разобрался, я что-то дьявол стоит. Ну, я же читал Библию и сегодня читаю, я знаю, как их изгонять. Но во имя Иисуса Христа идем вон. И вы знаете, что я успел только сказать, во имя Иисуса Христа он как дохнул от этой силы на разум. И я думаю, а чем же это кончить надо, что ж мне еще надо сказать? Никак не могу настолько мра, настолько сильное давление, выбивает все с память, думаю, это нечто похоже, как задачу решаешь, или стихотворение сочиняешь, рифмань, и потом нашел слово сгинь. Я не нашел слова идион библейского. А во имя Иисуса Христа думаю, что ж такое, что ж сказать, сгинь. Правда, его не стало. Но насколько непросто, когда вот этот демонический дух оказывает влияние на разум. Так трудно трезво мыслить, так трудно принимать решения. Поэтому я думаю, что наше время уже прошло на сегодняшний разбор. Но пусть Господь нас благословит. И давайте будем молиться о том, чтобы властвование Христово не было сокрыто для нас. Давайте никогда не будем скрываться, никогда не будем лукавить. Но в первую шесть перед Богом будем говорить, Господи, а все-таки со мной в этом вопросе не то, что надо. Все-таки надо менять отношение к Тебе, надо менять направление. И я нисколько не сомневаюсь, что Господь поможет. Аминь. Продолжение следует...